СМИ, посол России будет отозван из Армении, в ближайшее время из Армении будет отозван посол России Сергей Копыркин. Как передает Аксар. Эйзи, об этом пишет армянская газета Гропарак. Он был назначен послом в Армении в апреле 2018 года, и похоже, это соответствует закону о дипломатической службе, так как трудовой договор с дипломатами подписывается на три года, а в случае с Копыркиным эти три года уже истекли. Однако, если государство довольно своим представителем, договор обычно продлевается. А российские послы при отсутствии каких-либо ЧП, как правило, продолжают свою работу в странах пребывания. В данном случае, судя по всему, налицо определенное недовольство, и отъезд действующего посла будет обусловлен и этим, в том числе, пишет газета. Немного из истории Министерства иностранных дел Армении отозвало посла Российской Федерации. Причиной такого решения стала встреча российского посла с бывшим президентом республики. Данная информация была подтверждена пресс-секретарем внешнеполитического ведомства Армении Анны Нагдалян. Напомним, что российский посол Сергей Копыркин 13 июня провел встречу с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном. Как отмечают местные журналисты, переговоры в формате тет-а-тет продлились более часа. Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обвиняют на родине в свержении конституционного строя в 2008 году. 18 мая нынешнего года суд общей юрисдикции Еревана постановил освободить политика из-под ареста. Спустя два дня уголовное производство против бывшего президента и других бывших высокопоставленных лиц было прекращено и направлено в Конституционный суд. В начале этого месяца Ереванский суд признал арест имущества Кочаряна нарушением его прав. Представители Генеральной прокуратуры Армении подали апелляцию на освобождение экс-президента и прекращение его уголовного дела. Глава комиссии Национального совета по внешним связям Армении Рубен Рубинян на своей страничке в Facebook сообщил, что глава Министерства иностранных дел Армении Заграб Мнацаканян провел беседу с Копыркиным еще 14 июня. Тогда он указал дипломату на недопустимость вмешательства во внутренние дела страны. Рубинян также объяснил, почему ранее 17 июня заместитель министра Григора Ванесян на заседании комиссии опроверг факт беседы на эту тему с российским послом. У него не было разрешения на обнародование информации в тот момент, написал парламентарий. Он также отметил, что встреча Копыркина с Кочаряном проходила в рамках дипломатического протокола и посол не предпринял никаких ошибочных действий. Кроме того, бывший президент страны является лицом, находящимся под следствием, поэтому Министерство иностранных дел Армении не может осуждать действия российского дипломата или делать их предметом обсуждения.